ПЕСНЯ Даже в наше время задают вопрос, что значит быть верующим в Бога человеком, что значит отрицать его бытие, быть неверующим. Верующий, неверующий, но это еще есть по форме и по сути. Я вот, например, хочу верить, но у нас с детства нет внутри. Вера есть вера. От нее не убежишь никогда. Знаете, вера у каждого своя. Каждый человек имеет право верить, не верить. Верующий более добр. Это прежде всего человек, который стремится сотворить благо для других людей, не думая о корысти своего поступка. Ну, сейчас-то сложное понятие – верующий, неверующий. Верующий, неверующий – какие это в сущности отвлеченные слова? Как будто верующий всегда, все время верит, как будто неверующий все время живет своим неверием. Вот в Евангелии отец больного ребенка бросается к Христу со словами «Веруй, Господи, помоги моему неверию». И в этих словах больше правды о человеке, глубокой, подлинной правды, чем во всех отвлеченных спорах о вере и неверии. Вот в саду у первосвященника трижды отрекается от Христа апостол Петр. И Христос взглянул на него, и Петр вспомнил, как обещал он Христу умереть за него. И сказано про него, что он вышел вон и плакал горько. И, наконец, сам Христос в предсмертной муке обращает к Богу эти страшные слова «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» И что по сравнению с этими примерами могут значить все ученые доказательства? «Верующий, как нечто само собой разумеющееся, доказывает свою веру. Неверующий, так же снисходительно, как само собой разумеющееся, доказывает правду своего неверия. Но верующий, если только он, правдив сам с собою, знает, что он слишком часто живет так, как если бы не было никакого Бога, так часто в суматохе, в шуме жизни, как бы где-то теряет, растрачивая свою веру. А в ином неверующем больше печали по Боге, больше тоски по свету и истине, чем в ином самодовольном фарисееверующем. Поэтому и так бывают пусты, так беспредметны на последней глубине все споры о вере и неверии. Ибо никогда еще и ни в ком не родилась вера от доказательств и аргументов, не родилась даже от чудес. Евангелие полно рассказов о чудесах Христа. Но как же вышло так, что в последнем счете все оставили, все бросили и все бежали, все предали его. А вот когда не было никакого чуда, когда всеми брошены, он умер на кресте, воскликнул сотник, распинавший его, сотник, который стоял во главе отряда, охранявшего распятие Христа. Он воскликнул, воистину человек сей Божий Сын. И вспоминается другой библейский рассказ о пророке Ильи, которому сказано было, что он увидит Бога. И сначала была буря, но не в буре был Бог, а потом был огонь и не в огне Бог. И, наконец, был, как чудесно сказано в Библии, глаз хлада тонко. И в нем был Бог. Был, иными словами, тихий голос, дуновение, прикосновение чего-то и кого-то к душе человеческой. Была таинственная встреча. И вот о такой-то вере и говорит все христианство. В ней его суть. Оно не о громе, не о буре, не об огне. И доходит оно по-настоящему только до того, кто может, как опять-таки сказано в Евангелии, вместить, то есть принять таинственные слова. Дух дышит, где хочет. Кто способен услышать неслыханную весть о Царстве Небесном в рабском виде? Невозможное благовестие о смиренном Боге. И это действительно вопрос. Эти мысли приходят в голову, когда читаешь и слушаешь споры о религии. С обеих сторон несется хвастовство о своих победах и торжествах. Сила против силы. Пропаганда против пропаганды. Ненависть против ненависти. И в конечном итоге так часто зло против зла. Но все христианство утверждает, что злом не разрушит зла, ненавистью не победишь ненависти. Все это мир сей, про который давно сказано, что он во зле лежит. И не пора ли нам, называющим себя верующими? И я хочу особо сказать всем нам, братья и сестры, называющими себя верующими, вспомнить этот сердцевинный парадокс христианства, что побеждает в нем только крест, что побеждает в нем его непобедимая и непостижимая сила, его единственная красота, его дух, захватывающая глубина. Не пришел Христос спасти нас ни силой, ни внешней победой, но заповедал нам, чтобы мы знали, какого мы духа, чтобы была в нас сила крестная. И вот поразительно, что и сейчас побеждают те, кто силе противопоставляет только правду, кто ненависти, только любовь и жертву, шуму и грохоту пропаганды, вот тот самый глаз хлада тонко, тишину и свет подлинной веры. И вот над шумом слышен только их голос, во тьме светит только их свет. Действительно, этого света тьме не объять. Когда-то Владимир Соловьев написал книгу с парадоксальным заглавием «Оправдание добра». В ней он так ясно показал, что слабость христиан почти всегда в том, что они сами не верят в свое добро. И когда приходит час борьбы со злом, противопоставляют ему такое же зло, такую же ненависть и тот же страх. Так вот, пора. Пора оправдать добро. И это значит снова поверить в его силу, в его внутреннюю божественную непобедимость. Пора миру, лежащему возле, противопоставить не чудо, не авторитет и не хлеб, как сказано в легенде о великом инквизиторе у Достоевского. А пора противопоставить тот ликующий облик добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которых сегодня задыхается человечество. И только тогда, когда мы в самих себе оправдаем добро и поверим в него, начнем мы снова побеждать. В пасхальные дни поется в церкви «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях живот, то есть жизнь даровав». Смертью смерть, ибо до воскрешения он самое страшное из всех зол. Смерть, разрушение наполняется добром, любовью, жертвой, самоотдачей. Саму смерть наполняет жизнью, и когда разрушает он, Христос, смерть, тогда и только тогда наступает светоносное утро, утро воскресения. Тогда и только тогда тем, кто отдает ему всю земную любовь и идут, ни на что не надеясь ко гробу, чтобы помазать его тело, он говорит, это единственное из всех слов «Радуйтесь». И тогда начинается христианство. Смертью смерть, ибо до воскресения.